Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова с самого утра мы с вами разбираем то, что произошло на минувшей торговой сессии. Разумеется, смотрим на предстоящие релизы и пытаемся понять, прогнозировать, как они могут повлиять на движение финансовых инструментов, активов, которыми мы с вами торгуем. Ну, либо говоря уже языком финансистов, сапикулируем. В рамках текущей торговой сессии я уверен, что по традиции перед брифингом вы уже заглянули в содержание экономического календаря. Нам особенно-то выделить и нечего, но разве что классический для вторника отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Этот релиз выйдет в 23.30 по московскому времени. Стоит ли сейчас обратить внимание на данный отчет? Я думаю, что стоит, потому что за последние несколько недель мы с вами убедились, что отчеты Американского института нефти и Администрации аналитической информации несколько даже коррелируют между собой. И, соответственно, если мы с вами знаем, что статистика по... Так, серьезно. Секундочку, друзья. Если я вдруг пошучу, вы сразу это поймете. К сожалению, у меня открылся браузер. Видимо, автовод... У меня все открывается. Секундочку. Да, вот так вот голосовой браузер Алиса в Яндексе нам сейчас, конечно же, не в тему. Ладно, давайте, друзья, вернемся к тому, с чего мы... где мы остановились. Пока что я не перешел к нефтяному рынку. Хочется отметить, что, пожалуй, основной у нас риск, который мы с вами продолжаем обсуждать, это риск, который связан с торговой неопределенностью в отношениях между США и Китаем. И за вчерашнюю торговую сессию есть дополнительная вводная новостная, которая, мягко говоря, указывает на то, что эта торговая неопределенность продолжает усиливаться. Соответственно, по идее, по логике, если на рынке снова появляется фактор, из-за которого мы вынужденно возвращаемся к рискам для глобального экономического роста, то классически это должно приводить к повышенному спросу на защитные инструменты. И защитные активы, вы знаете, это традиционная японская валюта, это франка, но иногда, хотя в последнее время уже не так очевидно, золото. Но сейчас можете в моменте посмотреть на динамику пары доллар-японская иена и сможете убедиться в том, что, собственно, эти инструменты не очень-то активно растут. Более того, если мы будем оценивать, к примеру, поведение пары доллар-японская иена, вы лично убедитесь в том, что сейчас доллар чувствует себя гораздо лучше. И вот перед тем, как я, собственно, начал брифинг, в моменте такая прорывная динамика американца, мы улетели выше 112 фактические котировки, вот я успел заметить, там 112 на 25. Немножечко нелогично с новостным фоном, потому что, если стало очевидно, что между США и Китаем, скорее всего, переговоров уже не будет, не причина ли нам снова уходить в более выраженные по защитным качествам инструменты? Почему бы нам не купить японскую валюту? Почему растет доллар? Ну, у меня, на самом деле, однозначного ответа и понимания того, что сейчас происходит, нет. Но я могу предположить, что если мы видим одномоментный рост доллара в той же самой связке доллар-иена, если мы видим, на каких высоких значениях котируются американские трежерис, и если мы параллельно с вами можем говорить о сохранении восстановительной динамики для рисковых инструментов, тоже у нас растут и евро, и фунт сейчас, то, скорее всего, есть факторы национального такого масштаба, порядка, которые трейдерами сейчас воспринимаются в, скажем, более приоритетном ключе. На них обращают первоочередное внимание. Действительно, такие факторы есть. По национальному фундаменту, по доллару, я не устаю, собственно, повторять. Я то, что мы сейчас должны быть заряжены, несмотря ни на что. На идею того, что мы увидим бакс гораздо дороже текущих значений, против Евины особенно, потому что мы продолжаем отыгрывать, опять же, перспективу повышения процентной ставки. И на основании всего, что у нас была возможность забрать за последние недели, мы лишь с вами увиделись в том, что действительно американский регулятор поднимет процентные ставки в этом месяце, и, скорее всего, забегая вперед, пойдет на такое же решение под конец 2018 года. Доходности трежерис. Вчера мы видели, как дистиллерки коснулись 3%. Это психологический рубеж, который отражает, в принципе, рост инфляционных ожиданий и то, как трейдеры настроены относительно изменений монетарной политики. Раз мы в очередной раз протестировали такой важный показатель 3%, конечно же, это еще одно доказательство, друзья, то, что мы можем и вправе сейчас, а может быть, даже и обязаны ставить на контраст политик, потому что он становится все более и более очевидным. Другие регуляторы, напоминаю, пока что отказываются от каких-либо изменений в процентных ставках, потому что видят очень много национальных рисков. Но не Федрезерв, который, в отличие от всех прочих, выполнил те задачи, которые на него возлагались. Это достиг целевого показателя по инфляции и по занятости. И еще несколько месяцев назад я говорил вам о том, что в такой ситуации лучше не нужно, собственно, омудрить, а лучше поддаться, опять же, этому локальному тренду, тем более, что он подтверждается общим пониманием фундаментальным того, что происходит с долларом. Что касается рисковых инструментов, вот прежде, опять же, перейти к нефтянке, в двух словах. Почему растет европейская валюта и британец? Я думаю, что позитивная динамика этих инструментов сейчас обусловлена ожиданиями следующего четверга, то есть, когда возглавятся переговоры между Европейским Союзом и Англией, переговоры по Брекзиту. Мы еще неделю назад с вами убедились, помните, в стремительной восходящей динамике в прошлом, позапрошлом. А понедельник британца, которая была скопирована европейской валютой и совпала, опять же, с появившимися комментариями от господина Бронье, это чиновник, который возглавляет делегацию переговорщиков от Европейского Союза, о том, что соглашение по Брекзиту будет достигнуто в перспективе 6-8 недель. И тогда мы лично убедились с вами, что тема Брекзиту очень сильно влияет, опять же, сейчас и на стоимость капитализации европейских и фондовых активов и, разумеется, на поведение европейского валютного инструмента. Раз сейчас на рынке обсуждают, удаст ли договориться в следующий четверг, то, возможно, на ожидание позитивного исхода мы и видим такое локальное обычае ралли. Но я думаю, что настроение на рынке Форекс продолжит меняться и если уж совсем сейчас положиться на то, что на рынке вернутся логичные тенденции, то, в конце концов, мы должны с вами в ближайшие дни увидеть некоторое ослабление доллара, потому что против иены, особенно из-за риска, опять же, еще большего вострения торговых отношений. Соответственно, то, что произойдет с долларом, будет уже в реверсе копироваться, опять же, рисковыми инструментами. Соответственно, друзья, по мере выхода следующих макроэкономических данных мы будем искать новые вводные, того, как они влияют на инструменты до конца этой недели. У нас еще несколько отчетов по Англии, мы их обязательно проанализируем. Собственно, по европейской валюте тоже сегодня еще в двух словах поговорим про уже публикованные протоколы по австралийскому доллару. Есть, собственно, актуальный новостной фон, обновленный, хотя он ничуть не отличается, опять же, от той риторики, которую мы ранее слышали уже от Резервного банка Австралии. Что касается нефти, теперь вот давайте детально остановимся на ней, 77,91, это закрытие, собственно, минувшей торговой сессии, 77,63, это те котировки, которые мы видим сейчас. Снижение нефтянки продолжается. Я думаю, что вопросов к этой динамике быть, в принципе, не должно, но даже если вопросы есть, на мой взгляд, очень нетрудно объяснить то, что сейчас происходит с рынком нефти. А поскольку стало очевидно, что Соединенные Штаты Америки все же введут новые тарифы, это явно следствует о том, что, скорее всего, переговоров не будут, мы снова можем говорить о том, как этот торговый конфликт, или лучше сказать, торговая война отразится на темпах роста глобальной экономики. Конечно же, восстановительной динамики ждать не приходится, более того, риск замедления скажется на спосе на товарные инструменты. Каждый раз, когда у нас есть возможность говорить об усилении торговой напряженности в отношениях ведущих экономик мира, мы ни в коем случае не должны забывать о том, как это отразится на стоимости традиционного для нашего анализа инструмента нефти. Я думаю, что здесь причинно-следственная связь более чем очевидна. Касательно подробностей того, что сейчас есть новенького в торговых отношениях. Ну, вот только лишь в конце недели мы допустили с вами о том, что в прошлой неделе, что США и Китай все-таки вернутся к переговорам, как уже по прошествии практически нескольких дней стало очевидно, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему проводят политику, которая ясна, пожалуй, наверное, только им. И все. И Китай, вот интересная уже ссылка на китайских чиновников, не собирается вести переговоры, когда практически на них направлено дуло пистолета. Ну, если Соединенные Штаты Америки действительно хотели бы договориться, я думаю, что они не стали бы настолько звучать краски и настолько бы обострять ситуацию буквально за несколько дней до начала этих предполагаемых переговоров. Более того, Трамп сделал довольно жесткий комментарий о том, что если Китай сейчас ответит на вот эти дополнительные импортные пошлины в 200 миллиардов долларов, точнее на товары стоимостью в 200 миллиардов долларов, то тут же вступит в силу и возьмется в прямую проработку третья фаза протекционистской торговой активности со стороны США против Китая, которая уже обложит импортными пошлинами оставшуюся часть китайского импорта, ну, примерно еще на 267 миллиардов долларов. Поскольку очень быстро развиваются события, я предположу, в конце концов, все-таки то, что импортными пошлями будет облагаться весь китайский импорт, и возможно к этому мы должны быть готовы заранее. Ситуация развивается не в соответствии с планом оптимистично настроенных трейдеров, друзья, но приятно осознавать, делая ставку на покупку доллара, что американец даже с учетом настолько ухудшившегося новостного фона не сдает позиции против защитных инструментов. И опять же, я начал брифинг с того, что отметил, что скорее всего причина кроется в наличии фундаментальных драйверов, катализаторов, о которых мы с вами уже поговорили. Что еще мы можем брать в основу для распродаж нефтянки по мимо ожиданий падения спроса на сырье? Это другую категорию отношения спроса и предложения, увеличение предложения. По данным администрации энергетической информации, правда, интересно по каким критериям они все-таки сделали такие заявления, но Штаты уже обогнали Саудскую Аравию, собственно, и Россию по объемам нефтедобычи. Но, говоря действительно, стараясь рассуждать реалиями по статистике последних месяцев, я думаю, что это действительно так. Мы видим, насколько активно начинают внедряться, задействоваться новые производственные мощности сланцевых технологий добычи. Мы помним прогноз администрации энергетической информации, который предполагает очередной прирост нефтедобычи в следующем месяце на примерно 80 тысяч баррелей в сутки. Ну, то есть планы, они соответствуют изначально заложенной тенденции того, что Штаты претендуют на реальную позицию номер один. Если уж, по крайней мере, не сейчас они вышли на статус ключевого производителя, то до него остается совсем чуть-чуть. Предложение, друзья, будет расти. Также 27 сентября состоится встреча технического комитета в Алжире ОПЕК и стран, которые не входят в эту организацию. И, вы знаете, вот со ссылкой на вчерашний комментарий Александра Новука, министра энергетики России, основной вопрос, который будет обсуждаться, это увеличение лимита по сверхдобыче. Раньше, в июне, было принято решение увеличить производство нефти на 1 миллион. Соответственно, сейчас этот потолок будут пытаться поднять и поднимут, потому что легко будет объяснить, якобы, что лучше подумать заранее о том, чтобы увеличить поставки нефти со стороны регионов, которые это могут сделать, в цели компенсации нехватки сырья из-за предстоящих санкций против Ирана. Но, на мой взгляд, это даже еще один, может быть, даже более убедительный сигнал медвежий, поскольку он явно указывает на то, что Иран, в конце концов, даже в случае тотального прекращения поставок с этого региона не сможет вмешаться в общую картину спроса и предложений. Поэтому сигналов для продаж, друзья, достаточно. Я рекомендую вам по-прежнему искать уровни для того, чтобы встать в долгосрочные селы и ориентироваться на снижение ниже 75 долларов за баррель. 68.06 – это то, что мы сейчас видим по курсу доллар-рубль. Я предлагаю сейчас мне разбирать, опять же, новостной фон российского характера. Он ни грамма не изменился. Я лишь хочу отметить, друзья, что на фоне восстановления нисходящей динамики по нефти, конечно же, есть больше причин сейчас ставить на слабости рубля. Доллар-иена 112.25, как уже было отмечено, котировки, которые я успел заметить. Возможно, даже доллар сейчас забрался повыше. Американская валюта отыгрывает ралли, которое мы наблюдаем на долговом рынке. Это ралли, которое связано с ростом доходности американских облигаций. Я практически уверен, что мы по этому рынку и, в частности, по десятилетиям Трежериса сейчас закрепимся выше 3% и будем держаться там вплоть до сентябрьского заседания Федеризерва, когда американский регулятор поднимет процентные ставки. Возможно, ралли, опять же, в преддверии этого события уже началось. Надеюсь, что вы покупали вместе со мной очень давно и лишь сейчас наблюдаете за тем, как рынок движется в ту сторону, в которую нам необходимо. Европейская валюта против доллара. 1.17.13 котировки. И здесь есть тоже внутренние факторы поддержки для евро, которые никак не соотносятся сейчас с тем, что происходит с долларом. Если бы доллар сейчас влиял на динамику рисковых инструментов, то, конечно же, евро бы сейчас камнем валилось вниз, потому что доллар активно растет. Но этого не происходит. На мой взгляд, опять же, это связано с тем, что трейдеры-оптимисты делают ставку на прорыв в переговорах по Брекзиту. Напоминаю, что уже в этот четверг эти переговоры возобновятся. Ну, может быть, еще не отпускает и итальянская тема, а именно обсуждение проекта бюджета, который должен быть представлен. Тоже, кстати, 27 сентября, друзья, то есть в день, когда состоится заседание комитета. И считается то, что этот проект бюджета подтвердит намерение итальянцев работать над снижением государственного долга и снизит явно присутствующие еще панические настроения в отношении того, что новый европейский кризис может возникнуть посредственно в Италии. Но я бы сейчас на этот позитив всецело, опять же, не полагался, потому что очень легко быкам смогут обломать рога негативные новости, что, собственно, по Брейсу, что и по Италии. Но я думаю, что даже до этих негативных новостей на рынке появится другой фактор распродаж главного валютного риска. Это все-таки логичная реакция на укрепление доллара. Те, кто торгует европейской валютой, друзья, особенно если вы покупаете, будьте, пожалуйста, осмотрительный. Очень трудно сейчас объяснять то, что происходит в плане роста. Обычно в такой ситуации как раз мы и сталкиваемся спустя какое-то время с резкой сменой рыночных настроений и, собственно, с обратной динамикой. Советую все-таки в приоритете держать короткие позиции. По британцу в двух словах, в принципе, мы уже сказали, зайдя именно на тему Брейсита с точки зрения влияния на поведение европейской валюты. Ну, конечно же, эта тема остается еще более определяющей и для фунта. Многие ждут, что в четверг будет позитив, который связан с договоренностями по самому спорному вопросу Брейсита границы с Северной Ирландией. Я этот позитив не разделяю. Я считаю, что в этот четверг мы получим с вами негативные новости. И сигналов очень много. Я анализирую, опять же, риторику высокопоставленных чиновников. Мало кто верит в то, что прогресс будет достигнут. Начиная, собственно, от Карни, который в исключительно таких мрачных тонах видит будущее для Англии и строит апокалиптические такие сценарии того, что произойдет с английской экономикой, если Англия не сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. Думаю, что вы все также знакомы с новостью о том, что Deutsche Bank получил непосредственную директиву от Европейского центрального банка выводить собственно активы с Англии. Ну да, конечно же, это решение можно объяснить тем, что Европейский центральный банк напомнил Deutsche Bank, ведущему банку Германии о том, что они должны соответствовать требованиям по собственным капиталам на территории тех стран, которые не являются членами Европейского союза. С этой точки зрения активность Европейского центрального банка легко объяснить. Но, на мой взгляд, также является и критерием того, что нужно выводить капитал. Речь идет о сумме примерно в 450 миллиардов долларов, которые уйдут с английского рынка. Это также и все может быть следствием ожидания того, что переговоры зайдут в очередной тупик. И все-таки английская экономика, которая раньше была центром международным финансовым, утратит этот статус. И дальше, конечно же, трудно прогнозировать, что будет с Англией без прежних связей с Европейским союзом. Помимо Deutsche Bank, аналогичные намерения сейчас демонстрируют и автогиганты BMW, собственно, Land Rover, которые фактически могут принять решение о закрытии заводов на территории Англии. Я думаю, что по тем же самым соображениям. На мой взгляд, это очевидные сигналы, что не все так хорошо, друзья, как сейчас покупатели фунта хотят увидеть. Поэтому также будьте крайне предусмотрительны с сохранением длинных позиций, тем более, что есть высокая вероятность разворота котировок. Доллар канадец 1,30, 43 сейчас котировки. Мы видим то, что пока канадцу не удается, собственно, прорваться против доллара, закрепиться ниже отметки 1,30, но изначально мы с вами встали в такую паузу, поскольку понимаем, что нужен какой-то серьезный фундаментальный триггер. Это либо новости по нафто, которых нету, либо статистика, да, вот статистика на этой неделе, друзья, у нас есть, поэтому нужно терпеть и ждать выхода пятичных данных по индексу потребительских ценно-роничным продажам. Уверен то, что хорошая статистика снова заставит трейдеров говорить о перспективе повышения процентных ставок. Еще одного решения до конца, собственно, этого года. Соответственно, я лично не оставляю попыток увидеть пару доллар-канадец ниже отметки 1,30 и надеюсь то, что под конец недели мои ожидания будут вознаграждены. Австралийцы 0,7193. Традиционная, немного ненормальная реакция австралийца на крайне мягкие протоколы, где абсолютно четким, ясным языком, фактически черным по белому было отмечено то, что австралийская экономика заинтересована в более низком обменном курсе. Но у нас логичная реакция по австралийцу происходит с временным лагом, поэтому продолжаем ждать логичной реакции спустя, опять же, какое-то время. Обычно под конец торговой сессии все-таки эта реакция становится более-менее предсказуемой. Поэтому мы ждем по австралийцу, как и раньше, поддержку 0,70 и я думаю, что все-таки дотащим австралийца до этого уровня. По новозеландцу тоже цель пока остается неизменной. 0,65, кстати, по новозеландцу до этого уровня гораздо меньше, опять же, пунктов необходимо пройти рынку. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Увидимся мы уже завтра, как и всегда, в прямом эфире через перископа в 9.30 по московскому времени. Те, кто, к сожалению, не имеет возможности подключаться непосредственно к прямому эфиру, не забывайте, что запись на нашем канале на YouTube доступна сразу же после того, как мы заканчиваем брифинг. Буквально через несколько минут можно посматривать контент именно там. На этом все. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии. Как и всегда, не забывайте контролировать риск менеджмент и следить за загрузкой ваших депозитов. Всего доброго. До свидания.